Вот примерный план сегодняшнего рассказа, поговорим о примерах, зачем нужен этот телефон, видеотелефон в частности. Расскажу про совместимость с SIP-домофонами, долгожданная, наверное, долгожданная фича, долгожданная возможность, я Link SDK, Software Development Kit. Дождитесь, пожалуйста, очень интересно, обязательно расскажу подробнее, что это такое. Пару слов о насущных проблемах и частых вопросах, о совместимых приложениях, ну и несколько слов о других изменениях, которые я, Link, внес в новое программное обеспечение. Ну, для начала давайте вспомним вообще о линейке, о пятой линейке на андроиде. Собственно, здесь телефоны перед вами. Это телефон 58V, телефон 58A и 56A. И, как вы видите на слайде, 58V телефон поставляется. Так, я надеюсь, все хорошо. Если вдруг что-то, какие-то проблемы технического плана возникнут, вы обязательно пишите в чат. У нас здесь присутствуют мои коллеги и имбераторы, и технические специалисты. Быстренько все поправим. Надеюсь, все хорошо. Итак, собственно, продолжим. 58V телефон поставляется с камерой вместе. 58A телефон фактически то же самое, что и V, только поставляется без камеры. Ну и 56A телефон – это просто телефон на андроиде, которому невозможно подключить камеру в принципе. Ну, подробнее об этих телефонах мы рассказывали буквально в конце прошлого года. Обязательно зайдите на наш сайт, посмотрите запись вебинара, все это хранится. Там мы очень подробно рассказывали об этих телефонах, об этой линейке. Собственно, несколько буквально кейсов по возможности использования этих телефонов. Наверное, не секрет, что технологии развиваются, и наше повседневное, скажем так, рабочее общение, рабочий бизнес-процесс также развиваются. И видеотелефоны, хотим мы этого или нет, все больше и больше входит в наш обиход. И, соответственно, при использовании пятой линейки, вот такая простенькая схема, как это все должно выглядеть, что для кого. 58A телефон обычно, по нашему опыту, позиционирование в принципе предназначено для руководителей, ставится руководителем на стол, генеральному директору, например. В переговорных комнатах у нас есть замечательное предложение от компании Eolink, достаточно широкий модельный ряд различных терминалов и серверов, сервисов для видеоконференц-связи, которые охватывают практически все возможные кейсы, начиная от маленьких переговоров, заканчивая большими бизнес-залами. Ну и, собственно, тут нужно общаться, в том числе по видео и с руководством, и, возможно, с какими-то клиентами. Собственно, 58A телефон замечательно вложится в такую схему. Ну и остальные сотрудники могут использовать различные телефоны из модельного ряда Eolink для разговоров по аудио. Это как стационарные телефоны, так и различные беспроводные варианты, например, для этого компания Eolink. Зачем, собственно, нужен телефон? Почему Android? Ну, в наше время мы замечаем такой тренд. В принципе, IP-телефоны перестают быть IP-телефонами, скажем так. Они перестают быть только IP-телефонами. И сейчас весь мир, и мы, в частности, движемся в сторону объединенных коммуникаций. И Eolink, собственно, идет в ногу со временем и старается прогадать какие-то шаги. И, соответственно, телефон на Android на него можно устанавливать различные приложения. Можно писать свои приложения. Вот, в частности, замечательный кейс для использования в умном доме устанавливается IP-телефон, устанавливается специальное приложение. И, собственно, буквально с телефона. Телефон можно использовать как телефон, простить автологию, так и, скажем так, пудлю управления различными системами жизнедеятельности умного дома. Какие-то управления открытием окон, штор, управление с светом, ну и, конечно, управление входной дверью, где установлен, например, SIP-домофон. Ну, собственно, как одно из решений у нас уже есть подобные успешные кейсы. К сожалению, не все мы их можем показывать открыто, скажем так, для широкой публики. Но все же один из наших партнеров писал очень похожее приложение для диспетчерской системы. Оно, собственно, устанавливается диспетчеру, либо оператору. И, собственно, выполняет все диспетчерские функции, начиная от мониторинга, кода видео, заканчивая какими-то оперативными вещами, быстрыми переключениями, быстрым реагированием на проблемы. Он, собственно, один из кейсов использования, который уже был у нас реализован. Ну и, мне кажется, достаточно сильный тренд прошлого года и этого года – телемедицина. Телемедицина у нас в России сейчас активно, скажем так, продвигается, движется, принимаются новые законы, которые позволяют или будут позволять консультации непосредственно по телевизору, по удаленно, скажем так, по видео. И вот наш телефон от компании Ялинк с Android замечательно ложится, в принципе, в эту структуру, в эту схему. У нас также есть уже, скажем так, готовые кейсы решения таких задач. Собственно, один из наших партнеров написал, даже не написал, а, так сказать, подготовил свое приложение для работы на Android-телефоне в 58-м. И, собственно, этот слайд вырос именно из этого кейса. И с помощью этого телефона, соответственно, можно проводить как различные консультации, то есть он может быть установлен как в кабинете у врача, например, так и на другой стороне у обычного пользователя какого-то. Ну, конечно, этот телефон не самый дешевый, но все-таки пример использования такого есть. В частности, в этом приложении можно быстро найти все истории пациентов. То есть приложение синхронизируется с базой данных. Кроме того, есть быстрый доступ к различным библиотекам, различным документам, может быть. И, соответственно, плюс такого решения, почему, скажем так, не Skype, а приложение именно на телефоне, это, конечно, в первую очередь стабильность. Стабильность и всегда все под рукой. У вас под рукой телефон и, соответственно, под рукой все доступные сервисы в одном приложении. Ну, компьютеры очень часто ломаются, зависают, и, опять же, Skype не всегда может вытворить полным качеством. Ну, опять, качество связи. Опять же, это, я думаю, такие глобальные проблемы можно решить, об этом можно поспорить, но все же, опять же, говорю, все успешные кейсы уже есть. И, соответственно, наверное, красной нитью через все эти кейсы проходит одна идея, это использование телефона как унифицированного устройства, которое совмещает в себе как и, собственно, телефон для связи с сотрудниками, с коллегами, так и, например, в этом случае, который на слайде, можно его интегрировать в систему контроля доступа. То есть с телефона можно открывать двери, например, вести какой-то учет, мониторинг. Ну, вот об этом чуть дальше в программе. Собственно, о совместимости с СИП-домофонами. Идеолинг буквально в конце года, в последние месяцы прошлого года провел множество испытаний, множество доработок своих телефонов для более плотной совместимости с известными лидерами, скажем так, мировыми производителями, IP и СИП-домофону в частности. Там список немножко больше, чем я вам сейчас расскажу по производителям. Но есть многие производители, которые на российском рынке еще не представлены. Но вот в частности мы будем говорить о них, о тех производителях, о продукциях, которых можно купить в России. И я думаю, одним из лидеров, скажем так, на рынке именно IP и СИП-домофонов является компания 2N. Компания 2N входит в группу Access. Компания достаточно известная, мирового масштаба. Очень большой рынок, очень широкая линейка продуктов, начиная от домофонов, заканчивая телеконационными системами и лифтовыми системами. Но все же в портфеле 2N большую часть занимают именно СИП-домофоны. Вот на слайде, собственно, представлены модели, которые были протестированы компанией Ялинк. Обо всем этом есть, скажем так, мировые новости. Вы всегда можете зайти на сайт ялинк.ком, посмотреть, почитать. То есть, ну, это не голословно, действительно испытания проводились, и все это работает. Также один из, скажем так, одним из лидеров на мировом рынке, на нашем рынке, можно считать, компанию Кибердата, которая имеет очень большой опыт производства именно домофонов 1974 года и является одним из лидеров производства именно ОЕМ-ных моделей. ОЕМ имеется в виду модели, которые поставляются потом под различными другими брендами. или ко-брендами на различных рынках мировых. Ну, вот, собственно, подробнее можно о них почитать на их сайте Кибердата. Опять же, эти домофоны доступны в России, и так же как в 2N прошли все необходимые сертификаты. Кроме того, компания Epimatic были протестированы домофоны Миста, это швейцарский производитель. Эти тип домофонов доступны у нас для продажи, доступны в России, и так же замечательно работают с IP-телефонами, в частности, 5-й линейки. В чем, собственно, какие кейсы можно реализовать, какие примеры использования, почему удобно и какие проблемы решают именно связка SIP-домофона с видеотелефоном. Ну, конечно, в первую очередь при поддержке SIP домофон, если посетитель подходит к домофону, нажимает на кнопку «Позвонить», вызов приходит непосредственно на IP-телефон, который установлен, например, у секретаря, либо у охранника. То есть секретарь этот телефон использует и как рабочий инструмент. В пятой линейке телефонов можно также подключить несколько панелей расширения дополнительных EXP-50, и телефон превращается в полноценный секретарский. И, соответственно, на этот же телефон секретарь поднимает звонки, причем он может посмотреть превью, посмотреть, кто находится за дверью, и, соответственно, принять решение об открытии, либо не открытии. Опять же, открытие двери осуществляется нажатием кнопки непосредственно на самом видеотелефоне этой линейки. Вот еще один из возможных кейсов использования и непосредственно с производителем 2N Eolink сделал специальную фишку, например, для использования на парковке. То есть при, скажем так, интеграции установки домофонов от компании Nista, домофонов с поддержкой SIP, при интеграции с IP-телефонами Eolink, 5-й линейки можно не только добиться, скажем так, вызова, когда сотрудник на парковке стоит, либо есть какие-то проблемы со шлагбаумом, например, многие сталкивались, нужно вызвать оператора, и в таком случае звонок приходит оператору на телефон, оператор видит, оператор общается, и оператор может принять решение об открытии того-либо нового шлагбаума. Кроме этого, при установке какого-то видеонаблюдения, например, открыть шлагбаум можно просто нажав кнопку на самом телефоне, даже без установки соединения, установки вызова, например. Ну, в общем-то, об этом подробнее можно почитать на сайте Eolink.com совместимость о разработках. Ну, мы пока перейдем к следующему. Долгожданная фича, долгожданный сервис, который Eolink наконец-то реализовал, это открытый IP. Сейчас есть возможность использовать так называемый SDK сервис, это набор команд, можно сказать так, это такой некий конструктор, с помощью которого можно модифицировать телефон, с помощью которого можно делать какие-то свои доработки, свои приложения, можно более глубоко интегрировать эти телефоны, видеотелефоны, и не только на телефоны на андроиде, пятой линейке, с различными посторонними приложениями. Собственно, что можно сделать, что позволяет? Ну, например, можно, это, я думаю, будет актуально, как и для операторов связи, например, для системных интеграторов различного уровня, можно модифицировать непосредственно сам веб-интерфейс, не веб-интерфейс, а интерфейс телефона. Можно программировать клавиши, можно создавать какие-то быстрые наборы, можно менять клавиши местами. То есть функционал достаточно большой, то есть можно под себя, под непосредственного либо под заказчика, либо под оператор связи, уже модифицировать достаточно быстро, создавать свои какие-то приложения, свои фишки, которые будут отличать стандартный телефон от непосредственно вашего, который вы можете предлагать заказчикам. кроме этого, модификации, скажем так, кейпада на экране, который, разумеется, с тачскрином, сохраняются функции и возможность модификации есть непосредственно клавиш на самом телефоне. это не, скажем так, не просто приложение, которое можно на революционную маршетку установить, это глубокая интеграция, в том числе и физических клавиш. Буквально еще пару слов. Я, наверное, сейчас делаю просто такой анонс, более подробно и техническая информация, и информация об использовании, как это получить. Я с радостью приму ваши сообщения на почту, кроме этого можно зайти на наш сайт опематика.ру и на сайт ялинг.ком доступна полная документация по этому сервису. Собственно, ждем ваших обращений. В случае необходимости всегда готовы помочь, поподробнее об этом рассказать. Ну, наверное, пойдем дальше о совместимых приложениях. Достаточно распространенный вопрос. Собственно, это же Android. Туда уже можно поставить Skype. Даже можно поставить другие приложения. Да, это действительно так, можно поставить. И вот в новой прошивке непосредственно Ялинг анонсирует возможность работы с некими популярными приложениями, такими как Skype и Skype for Business, но с оговорками. На слайде вы видите приложение, которое Ялинг протестировал и заявляет о максимальной совместимости с этими приложениями, именно определенных версий. Прошу обратить на это особое внимание. Опять же, есть вопросы по работе с этими приложениями. Ну, у нас, по крайней мере, у IP-матики не возникли протестирования, но, опять же, если есть необходимость использовать эти приложения, их использовать можно, и можно использовать их максимально, с максимальными возможностями. Вот, у нас больше всего было вопросов про Skype, Skype for Business. Мы это у нас тестируем, действительно, с этими версиями работает. Раньше на Skype прошелось, например, картинка, сейчас она работает, если не работает, например, HD-формат. Ну, все-таки установить можно. Но, опять же, прошу вас не забывать, что это все-таки IP-телефон, это не планшет, это телефон, который должен выполнять в первую очередь свои прямые задачи. Это именно звонить, звонить в хорошем, в хорошем голосе, с хорошим голосом, в хорошем качестве, и передавать видеоизображение в первую очередь протоколу СИП. Ялинка в планах, насколько мне известно, доработки телефона, доработки совместимости с другими приложениями, но все же прошу обратить внимание, что в первую очередь это, конечно, IP-телефон. Ялинка, заботясь о качестве своих продуктов, в первую очередь анонсирует и гарантирует прекрасное качество работы непосредственно IP-телефонии протоколу СИП. И, наверное, затронем еще несколько важных добавлений, изменений, грейдов, которые появились в этой прошивке. в первую очередь это технология Ялинк Нойз Пруф. Внимательные слушатели и наши частые слушатели, скажем так, заметят, что технология Нойз Пруф впервые была применена в конференции в телефонах серии СИП 960, например, СИП 920. И эта технология все равно что она делает, для чего она нужна. Технология, на самом деле, очень интересная. Она, например, при громкой связи, при включении громкой связи с помощью этой технологии можно добиться избавление от различных посторонних шумов. Ну, кто-то, например, вы печатаете в это время на клавиатуре или кто-то стучит пальцами по столу, щелкает ручкой. Вот эти все звуки максимально стараются, максимально отсеиваются. Соответственно, захват голоса идет максимально качественный и передается дальше собеседнику. Очень советую вам, к сожалению, формат вебинара не очень позволяет это сделать, посмотреть. В Ютубе есть замечательный ролик от компании Ялинк именно про эту технологию. Она очень интересная. И, соответственно, теперь эта технология доступна на телефонах Ялинка этой линейки. Кроме того, очень интересный функционал это XML браузер. Я буквально пару слов о нем скажу. Более подробно техническая документация есть у нас и на нашем сайте на сайте erin.com Но основная идея следующая. Теперь можно с помощью формата языка XML делать некое программирование, некую кастомизацию на этих телефонах с Android. Вот как пример на слайде представлена модификация под модификация интеграция под некую отельную систему. Например, этот телефон может быть установлен в каких-то VIP-номерах, к примеру, использован как для звонков, так и для управления какими-то сервисами непосредственно в комнате и непосредственно пользователем. Это один из примеров. Опять же, язык синтаксис XML не изменился, он стандартный для всех последних версий программного обеспечения. Более детально можете ознакомиться в документации, когда она доступна на нашем сайте, на сайте yamil.com. И важное дополнение, которое я реализовала в новой расшивке, это возможность принимать и отправлять вызов только либо аудио, либо добавлять видео, соответственно, в этом потоке. В предыдущей версии прошивки такого не было, то есть когда мы совершаем вызов, у нас сразу открывается видеопоток, сразу включается камера, нет возможности выбрать, отключить видео, например. Сейчас на мой взгляд проблема все-таки была устранена и теперь можно при наборе номера в происходящем вызове сделать только аудиовызов, например, либо сразу видеовызов и соответственно также на происходящем вызове вы можете выбрать использовать видео, либо не использовать. Выполнение на мой взгляд достаточно необходимое и своевременное. На этом наверное все. Вкратце о новой версии прошивки я вам рассказал. Счастливые обладатели IP-телефона в пятой линейке могут уже ее скачать на нашем сайте на сайте ялинг.ком установить все попробовать. Любые вопросы можете задавать как в почте так по телефону. Ну и соответственно если появились вопросы сейчас у нас есть еще время готов готова на них ответить. может быть кто-то еще успеет напечатать вопрос но вкратце хочу анонсировать несколько мероприятий которые пройдут компания Pimatic прошу следить за нашими новостями у нас в ближайшее время планируется несколько различных выездных мероприятий в частности на следующей неделе пройдет мероприятие по виде конференц-связи в Санкт-Петербурге следите за нашими новостями следите за нашими новостями подписывайтесь на наш канал в социальных сетях у нас появился вопрос я не знаю смогут наши технические специалисты на него быстро ответить и спасибо Диме наверное если вопросов больше нет всем спасибо за уделенное время надеюсь это было полезно для вас задавайте вопросы до новых встреч до новых встреч до новых встреч